На устах, за слезами Богу доверяла, что проникл творец своих руган. И пусть светят тогда, мельте любилой мамой, я Тебя за все благодарю. За все волны, Божьи, и с нами, за любовь, брату Твою. И спаси день нашей жизни, нам достойно, Матери, цени, что нас с детства к Богу приводили, научили верить и любить. И пусть светят тогда, мельте любилой мамой, я Тебя за все благодарю. За все волны, прожитые с нами, за любовь и за брату Твою. В Иисусе нашел я счастье. В Иисусе нашел я счастье, в нем одном своя покой. Иисус, Ты мой искупитель, Ты мой Бог, я навеки твой. Иисус, Ты моя защита, Иисус, Ты мой щит и меч, Иисус, Ты моя победа, Ты мой царь, Ты мой Бог, побед. Иисус, Ты моя защита, Иисус, ты меня защита, Иисус, ты моя победа, Ты мой царь, ты мой Бог, победа. Ну а если бывает в жизни нелегко по пути идти, Тогда я говорю в молитве, Иисус, ты меня защити. Иисус, ты моя защита, Иисус, ты мой щит и меч, Иисус, ты моя победа, Ты мой царь, ты мой Бог, победа. Иисус, ты моя защита, Иисус, ты мой щит и меч, Иисус, ты моя победа, Ты мой царь, ты мой Бог, победа. С Иисусом пойду я смело, Своим он меня поведет, По дороге к святой отчизне, Царство света и мир красот. Иисус, ты моя защита, Иисус, ты мой щит и меч, Иисус, ты моя победа, Ты мой царь, ты мой Бог, победа. Иисус, ты моя защита, Иисус, ты мой щит и меч, Иисус, ты моя победа, Ты мой царь, ты мой Бог, победа. Иисус, ты моя победа, Иисус, ты моя победа. Иисус, ты моя победа, Иисус, ты моя победа, и я победа, Иисус, ты моя победа. Вновь нужно постирать, эта работа никогда не закончится, никогда не закончится, но как добре ее отложить. Я сделаю ее позже, а сейчас я буду иметь время общения с Господом. Я сделаю этот выбор, чтобы кому-то сказать доброе слово, чтобы кого-то подбодрить, чтобы детям могла помогать. Вы знаете, все это есть время выбора, и Слово Господне, это закликает нас. Просто, когда мы будем любить Его Господа всем своим сердцем, читать Его Слово, перебиваться в Неме, оно будет нас вдохновлять. Когда самарянка встретилась с Иисусом, вы знаете, когда она действительно встретилась с Ним, и Он просто вошел в ее сердце, никто не сказал, Иисус не сказал, «Пойди, расскажи всем, кого ты видела». Он не сказал, но она побегла в свою страну, она стала рассказывать людям, вы знаете, кого я встретила? Это Иисус, это Месия, Он все знает про меня. Пир. Пир начался. Пир. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Достолье брать не пирс! Добро пожаловать в Казахстан! 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 У вас есть шеф-клопопресс? Но вы мне помогли или не там? Подожди, приветствую всех! Любовь Божья! Я очень рада быть здесь, в семье, в общении. Потому что написано, какая вам награда Если вы любите только любящих вас И если вы только с друзьями общаетесь Поэтому вы для меня все кровные, покровные Христами, родные. Я очень чувствую себя хорошо, что вы все с вами. И я никого здесь не знаю. 30 лет живу в Сакраменто. Никогда не было в вашей святой, сама украинка. Вот там и Петр и брат. Когда сестра, ведущая, пригласила, спросила, или есть слово, или псалом. И она рассказывала нам про Марию, которая избрала благую часть. Это то, что вчера Господь говорил, мы молились, у нас была ночная молитва. И было слово Господне. Не будь Марфой, родной сестры, а будь Марией. Избери благую часть, и не суетись, а ты много суетишься. Друзья, я немножечко... Я вот себе быстренько, потому что спонтанно написала, что писочка написала, о чем я хочу сказать чуть-чуть. Я хочу говорить о любви, о даре любви, о том масле в святейниках. Я хочу чуть-чуть сказать пару минут об Марии, которая избрала благую часть, это я. И я чуть-чуть скажу о Раа, о бывшей Раа-буднице. У меня есть смысл, что сказать. И в основном о даре любви. Я со своей родной сестрой недавно беседовала и говорю, я все делаю, и готова тело наслаждение отдать, и душу. Ну все же делаю, и по 40 суток пощусь, и молюсь, и все. Что еще нужно? Она мне говорит, а ты в любви это все делаешь? И я начала искать местописание, где написано, о любви не имеешь, что ты никто, ты кинвалзу. И потом к этому местописанию еще Бог говорит, и все пророчества даре прекратятся, а только любовь остается. И я спрашивала у Господа, как мне быть, что это значит для меня? И я поняла, что все, что мы не делаем, если мы делаем без любви, мы кинвалзу участвуем. И душу наслаждения. Я говорю с Италией, но я готова даже на кресте висеть, как Иисус, лишь бы мои дети и внуки были уже сейчас в руках Божьих. И я это поняла, что святильники, масло святильников, это любовь. Если мы даем жертву тысячами или сотнями, без любви это ничто. Что бы мы ни делали без любви, это ничто, друзья. Мария избрала благую часть, да? Смотрите, Марфа, она тоже Иисуса сдала, убиралась, кормила, приготавливала пищу. Это тоже было служение. А Мария, она села в ногу Христа. Это то, что я сделала. Зарава хочу сказать. А вообще-то я хотела вступление сказать. Я хочу обратиться к мамам и к бабушкам. Я уже дважды бабушка. Вот. И мама. У меня были ужасные, неразрешенные проблемы у меня и моей дочери. Я хочу сказать, что я прошла через ад, я прошла через меня. И если бы не Бог, то у меня бы не было бы давно живой. И настолько Бог касался меня именно любовью через других. И я хочу к бабушкам и к мамам обратиться. Нужно молиться. Какое ваше хобби, верующий христианин на сегодня, да? Мое хобби – это молитва. Я не могу без молитвы. То есть сестра передо мной говорила, как она научилась молиться. Я работала по 12 часов в ночное время. Просто дежурила там в какой-то участок или какое-то здание. И в это время в черных районах, в самых ночи, где много бомжей, равных с этими шипами на шее, на руках, это ночь. И я должна охранять эти машины у магазина. И было страшно. И я женщина, у меня дорогая машина, и это ночь. И я научилась молиться. Я поднимала руки. И я так 10 часов, 4 часа могла стоять поднятыми руками. И я взывала к Богу, помилуйся, хранися в сети. У меня очень много эксцидентов было ночи. Ну, как приключений. И я научилась молиться. И я всегда радовалась и свидетельствовала, что Бог дал мне такую работу, где мне государство платит за это деньги. И я плюс молюсь. Всех выводит, да? За 10 лет. Ночную смену. Ты ничего не делаешь. Ты только смотришь, что мне никто окно там не разбил. Вот. И я научилась молиться. Смотрите. Бог говорит. Это Бог не все. Я говорю то о себе, о личной жизни. Бог говорит. Я ищу хотя бы одного, кто бы стал в параломе за свою семью. Я говорю бабушка и мама. Старим в параломе за своих детей и внуков. У них очень сейчас во время пандемии компьютерная зависимость, безделье. Мы встанем в параломе для ровния с утра, пять часов, шесть часов, перед сном. Не призывая в храм, мы молимся. Нам время сейчас отпущено молиться. Это то, что делаю я. Стоять в параломе. Смотрите, то же самое, помните, пророкам. Бог сказал через пророку, грешницы, рави. Всех, кого приведешь в свой дом, будут спасены. Мамы и бабушки. Всех, кого мы в молитве приведем к Богу, все будут спасены. Друзья, это слово пророку, пророку, что мы в той первой ровнице рады будет. Друзья, любовь, это самый большой да, мы читаем это писание. Все упразднится, все прекратится, только любовь. Только мы, что мы делаем в любви, как мы служим в любви. Любим ли мы только друзей, приглашаем ли мы на день рождения, только друзей, знакомых. Или мы любим без исключения, друзья. И я так думаю, и я так делаю. Да, я, извиняюсь, забываю заднее, простираюсь вперед. Чтобы любить всех. Вот все сидящие тут, мои родные по крови, правда? Через кровь Христа. Это нужно понять. Всех любви, как родных. Не перебирать, кого пригласить на день рождения. Всех пригласить, кого мы из церкви видим. Я очень счастлива, что я поднала Бога через горе, через страдания, через скорби, через смерти. И я хочу сказать, чтобы Бог услышит мои молитвы. Я могу ночь проводить лежа на полу или с поднятыми руками молиться за какой-то воздух, где нет выхода. Помните, сзади враги, а спереди Черное море. А выход есть. Давайте вместе молиться. У кого есть безвыходные нужды, критические ситуации, безвыходные нуды. Давайте проводить для Бога ночи, вечера, молитвы с поднятыми руками. Это работает. Это я, живой свидетель. Я полностью погибала. И священник прошел, и левит прошел, да? Из раненого, избитого, унижавшего ворота. А Бог знает, через кого достучаться до вашего ребенка, до вашего мужа. Самый главный двор, самый главный метровный, родные Череского Христа. С Богом.